привет сегодня у нас коробочка полностью запечатаны мы вскрываем как вы уже знаете здесь у нас сегодня бинокль и мы будем сравнивать с биноклем который еще с советских времен был у меня знаете я заметил такую вещь вот у меня я недавно приобрел трубу такую китайскую которая совсем китайская китайская ребят упаковка сазона я брал сазона именно они и упаковали хорошо различная упаковка 1 2 здесь прям очень хорошо упакован ребят вот такой вот бинокль он полностью упакован норберт называется норберт и давайте мы на него посмотрим немножечко поближе так у нас тут проблемки какие-то значит так давайте посмотрим посмотрим на него поближе и так вот он у нас вот такой надеюсь резкость у нас хорошо работает мы он полностью упакованный и это хорошо он даже не помятый это тоже очень хорошо единственное что вот здесь вот до пленочка он тоже запакован но опять же сейчас могут запаковать самостоятельно без проблем в домашних условиях и ты если не знаешь как завод упаковывает никогда не догадаешься что это заводская упаковка или же нет в общем скрываем ее вот таким вот образом мы ее вскрываем и давайте посмотрим вот так вот он выглядит вообще выглядит он потрясно я выбирал из многих биноклей выбирал так чтобы выбирал так чтобы у него были хорошие отзывы много отзывов давайте посмотрим открываем здесь у нас в чехле он здесь как и с трубой с китайской есть вот такая вот инструкция бумажечка тряпочка вернее и еще одна инструкция и уже ребят на русском языке кроме инструкции и коробочки пока мы убираем сам бинокль приходит вот в таком чехле он очень миниатюрный и что что интересно можно его повесить вот сюда даже за пояс открываем достаем он у нас упакован в таком пакетике здесь такая штучка и вот наш сам малюсенький бинокль вот так вот он выглядит и мы сейчас с вами пойдем посмотрим он совсем маленький-маленький ребят прям я прям не скажу что он совсем детский но он прям маленький-маленький здесь у него написано 10 на 25 то есть линза у него вот эта линза у него 25 и вроде как он в десять крат увеличивает здесь все у нас ровно четко единственное что звездочка какая-то ремешка кстати у нас нет нет ремешка никакого нет вообще вот есть петелечки для ремешка вот видите здесь но самого ремешка нет в общем колесико для увеличения или можно даже это делать при нет одной рукой не сделать так ну и давайте теперь посмотрим как это будет выглядеть и так ребят вот как выглядит китайский бинокль вот как выглядит советский большой бинокль большой бинокль советский он у меня 8 на 30 здесь говорится 30 здесь говорится 25 в инструкции то есть разницу вы видите по моему в два раза меньше вообще теперь давайте посмотрим как же он на самом деле у нас видно через него я еще не смотрел давайте посмотрим ого какой-то я синий теперь давайте будем смотреть в другую сторону уж извините за свет ничего здесь не сделаешь давайте посмотрим на улицу очень быстренько попробуем и так вот у нас советский вот такой советский давайте посмотрим будем мы там что-то видеть вот так смотрится настроенный советский все хорошо видно более или менее на удивление вот этот китайский смотрит тоже довольно неплохо пока не могу найти вот он смотрит тоже довольно неплохо и мне это даже интересно но вот почему-то я не могу накрутить левую с левой стороны я не могу левый глаз сделать резким в общем как-то так я думаю достаточно достаточно